Мастерство и глубокое знание жизни. Так говорят литературные критики о творчестве чувашского прозаика Алексея Талвира. 21 марта исполняется 110 лет со дня рождения талантливого писателя. Алексей Филиппович Талвир родился в селе Батрево. Всегда отличался живостью ума, остротой языка и большой наблюдательностью. Делятся воспоминаниями его односельчане. Владимир Табаков встречался с писателем несколько раз. Помнят, как подолгу беседовали о его книгах, очерках и статьях. Самый первый советский писатель из чуваш. И я зачитывал с его книгой на Буинском тракте. Потому что и про Батревцев, и про Батрева написаны в этой книге. У меня интерес к истории вообще с детства. Память должна остаться. Это очень большой писатель и очень много лет был председателем Союза писателей чуваши. Владимир Табаков много лет работал над своей книгой «Талвир», в которой собрал воспоминания родных писателя, друзей и соратников, множество архивных фотографий, рецензии на его произведения. Школьники, которые пришли на вечер памяти Талвира, смогли познакомиться и с этой книгой. А в первую очередь узнали, о чем писал сам Алексей Филиппович. Он в первую очередь затрагивал тему промышленности. Он бывал и на заводах, тщательно изучал, расспрашивал рабочих и также встречался с инженерами. Писал также о тружениках села. На эту тему он написал книгу на Буинском тракте. Это, можно сказать, автобиографическое произведение. Кстати, эта повесть была переведена на русский, украинский, литовский, грузинский, татарский, молдавский, удмуртский, болгарский и другие языки. Писал «Талвир» и книги для детей. За литературный труд, которым Алексей Филиппович занимался более 50 лет, был удостоен Ордена Дружбы Народов, почетной грамоты Верховного Совета Чувашской АССР. А за боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны военный корреспондент «Талвир» награжден Орденом, Красной Звезды и медалями. Галина Титарчук, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика.